Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 69. Начитываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и с комментариями. Ефесянам 4.31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякою злобою, да будут удалены от вас. Толкование Блаженного Феофилакта. Хотя и тем, что выше сказано, он отверг гнев, но теперь как бы с корнем его вырывает. Потому что раздражение, то есть суровость, есть корень ярости и гнева. Ибо когда горькая жидкость, желчь, бывает раздражена, она выступает из заключающего ее сосуда. Разливается по всему телу и делает человека зверем. Итак, раздражение есть внутренняя испорченность, лукавство, подготовка к злодеянию. А ярость есть начало гнева, как бы некоторое воспламенение. Гнев же такое состояние, когда он переходит в действие. А так как гнев, если не сопровождается криком, разжигающим его быстро угасает, то апостол говорит, и крик да будет удален от вас. То есть пусть исчезнет и не останется никакого следа. Ибо крик это конь, а гнев всадник. Задержи коня, и ты не зверг всадника. Отыми также и злоречие, то есть злословие, которое хотя порождается гневом, но само еще более его разжигает посредством крика. Но так как много бывает людей, тайно уязвляющих, которые ничего не говорят, но тайным образом причиняют вред, который выжидает незаметно из-за угла причинить зло. Посему он присовокупил со всякой злобой, то есть и с малой, и с большой. У нас в Матеряевке был человек, поселились один, очень гневливый, ну, жил-жил и наконец крестили его, но гневливый нельзя сказать, как, а так нормально, говорит и все как есть, но непокоривый абсолютно. Делает рамы, ну рамы делают, соединения там какие-то, она там в палец такие, а он клеем заливает там, автопалец вот ущель, батюшка возьми и скажи ему, для меня делаешь, и что ты так и делаешь-то? Он эту раму вдребезги сразу разнесет батюшка в другую комнату и уже не рад, что и сказал. И вот этому человеку потребовалось много времени на то, чтобы ему как-то, ну, показать, что это не то, что не христианское, не человеческое. От соседа заходят индюки. Ну, загороди маленько, не заходи, нет. Он палкой сразу убил этого индюка-то, пришел к соседу, бросил его за ограду. То есть у него никакой остановки не было, но вот он строился и внезапно он нуждается. И нуждается очень сильно дождь, крышу перекрыть, шифер достать. А шифер вести далеко отсюда. Можно купить рядом, а то надо ехать в Искитим. Это считает 200, ну, почти 300 километров. А шифер есть только у меня. Вот тут я его ухватил. Я тебе дам шифер, но за время, пока ты не рассчитаешься, чтобы ты нигде больше не ругался и не гневался. Он задумался, согласен. Пишем бумагу. Подписали бумагу, жена расписалась, все. Так он бедно истомился. Шифера нигде достать не может. И выйти не может. Другой. Точно так же нуждается цемент, надо было ему. И, кажется, доски. Кирпич. И ни у кого не было, у меня в запасе было. Я ему дал. Но он любил выпить. Я говорю, ни брашки, ни грамма, ни пива, ничего, чтобы не было. С кем выпиваешь, пошли к тому. Пошли к дьякону. Дьякон тоже расписался. Жена его расписалась. Жена этого, батюшка, я расписался. И он рассчитаться не может. Год второй идет. И тут один наш член общины женился, и он к нему поехал, друзья. Вернулся. Я говорю, ну и как? Да какая свадьба, как похороны. Не поговорить, ничего. То есть лучше, чтобы поговорить, надо сначала разогрев дать. Тогда он поговорить мог бы где-то. И, наконец, он рассчитался и выехал с Потеряевки. И тот выехал, оба выехали. То есть, я не мог больше ничего сделать, а то гуру другой. А ты в этой обстановке поживи. Дуру гонит гуру. Наслышали слова грамотные. Гуруизм. А ты с одним человеком поживи. Вас нигде не видно, только стоит, рукавами машет. А рукава, как юбка у сыганки. А ты покажи на деле. Мы показываем, как мы встаем, как молимся, как работаем. У нас все показано. Они ничего показать не могут. Они боятся. У них все не так. Не христианское. Едят в кулачок, чтобы никто не видел. Вперед. Ефесянам 4.32 Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Толкование. Так как недостаточно только удерживаться от зла для получения царствия. Но нужно и делать добро. Ибо если мы будем пренебрегать деланием добра, то попадаем в гиену. Если даже и мы не делаем зла, как это видно из многих мест в Евангелии. Матфея 3.10 Посему Павел, отвергая дурное, склоняет к деланию добра и говорит. Будьте добры, в противоположность гневу, сострадательны, в противоположность жестокости. Прощайте друг другу, то есть бывайте снисходительны, и прощайте согрешающих против вас, в противоположность злоде и злословию. Так как пример гораздо убедительнее, то он и представляет в образец Бога. Он мог даже указать на то, что Бог сказал. Прощайте и прощены будете. Лука 6.37 Но так как многие сомневаются в будущем, то он указывает на то, что совершилось, говоря, Бог простил нам. Каким образом? Во Христе. То есть с опасностью для Сына Своего, и даже с закланем Его. Слава Иисусу Христу! Ты, может быть, прощаешь безопасности для себя, а он не так. Ты прощаешь брату своему, а он отпустил и простил тебе, когда ты был врагом. Заметь так же, как он вместо того, чтобы сказать прощайте друг другу, сказал себе самим, показывая, что когда мы прощаем друг другу, этим самым и себе заслуживаем милость. Ефесянам 5.1 Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Толкование. Как Господь возлюбил тебя, так и ты люби брата, и подражай Богу по возможности. И нельзя здесь отказываться бедностью и говорить, если отпущу, то потерплю убыток. Но прощайся грешающим ударом и без издержек. И ты уже получил великую выгоду, то есть стал подражать Богу. Потом указывает и на другую причину, более благородную. Как чадо возлюбленное, то есть и другую необходимость вы имеете подражать Отцу вашему. Итак, как не все дети подражают своему Отцу, то прибавил возлюбленные, потому что таковы и подражают Отцам. Ефесянам 5.2 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Толкование. Вот и основание всего. Потому что, когда есть любовь, тогда не будет ни крика, ни ярости, ни злословия, но все это будет уничтожено. Посему Он и поставил главнейшее в конце. «Научая также и тому, от чего мы стали чадами Божьими, именно от любви. Поэтому мы должны пищись о ней, как об источнике божественного усыновления. Подобно тому, как мы в болезни, получив пользу от какого-нибудь лекарства, даже самое название этого лекарства уважаем, так точную любовь мы должны ценить. Ибо вследствие ее Господь предал Себя за нас. Но Он предал Себя за врагов, а ты будешь прощать друзей. Посему ты тогда действительно будешь подражать Христу, когда будешь делать добро врагам. Ибо тогда только сохранит свое значение слово «как». Умереть за врагов – вот жертва и благоухание приятное. Чем и стал Христос, приняв смерть за нас, врагов. Вот это и значит подражать Богу». Ефесянам 5.3. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Толкование. «Сказав о суровой страсти гневе, перешел к меньшему злу – похоти. Как и законодатель, сказав «не убей», что относится к гневу, затем постановил «не прелебодействуй», что относится к похоти. «Ибо как горечь, крик и злословие есть проявление гнева, так блуд, нечистота и лихаимство происходят от похоти. Ибо по тому же самому и деньги любили, и тело». «Итак, пусть об этом даже и речи не будет у вас, но всецело будьте чисты, потому что слова пролагают путь к делам. Посему, если вы святы, то язык ваш да будет свят». «Прибавляет и следующее. Ефесянам 4, 5, 4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Как отверг крик опору гнева, так теперь устраняет сквернословие пустословие, как опору блуда. Избегай, — говорит, — шутливых и срамных речей, и ты погасишь пламень блуда». Потом, чтобы не показаться тяжелым и суровым, пресекая наклонность к шутке, он присовокупил и причину этого, говоря, «Неприлично вам, то есть это нисколько не идет вам». «Как сапожник не возьмется делать что-нибудь, не относящееся к его ремеслу, так и христианин, будучи святым, не должен говорить несообразного со святостью, потому что это бесполезно и непристойно нам. Но если желаешь говорить что-нибудь, так пусть всякое слово твое будет благодарением. Если ты приучишься к благодарению, то припомнишь, кем ты был и что стал, и будешь скорбить о своей преступности и изумляться тому, кто удостоил тебя таких благ, и найдешь неудобным говорить что-нибудь другое. «Ибо настоящее время не время смеха и шутки, но скорби и борьбы. Враг ходит около, скрежеща зубами на тебя, а ты забавляешься и шутишь. Тебе трудно одолеть его и тогда, когда ты храбро с ним сражаешься, не гораздо ли более, когда ты предаешься забаве. Что же такое пшутник? Это человек легкомысленный, делающийся всем, наподобие актеров, постоянно применяющий речи. А это есть свойство ума непостоянного и чуждого тем, которые служат камню». Большой буквой. Кого он камня за что букву назвал? Ну, Христа. Не Петра же. Ефесянам 5, 5, 6. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сыноупротивление». Толкование. Вероятно, между ефесянами были некоторые, которые говорили, что Бог, желая устрашить, воспретил эти маловажные грехи. Что же худого в слове, чтобы глупец, произнесший его, повинен был гиене, и каким образом лихоимец есть идолослужитель? На них-то здесь и намекает апостол. Это видно и из присовокупления. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо суетны слова, которые доставляют временное удовольствие, а к делу оказываются непригодными. Расточать такие слова есть обман. А что лихоимец есть идолослужитель, пойми отсюда, не можете служить Богу и мамоне. Матфея 6, 24. Действительно, лихоимец отступил от Бога и служит золоту. Как же после этого он не идолослужитель? И если скажет, что не поставил идолов, что же из этого? Ибо и более образованные эллины говорили, что они поклоняются не идолам, но Афродите и Оресу. А это страсти. Но лихоимец не заколает овец, зато заколает людей и разумные души. Иерин поклонялся тварям Божьим, а лихоимец поклоняется собственному призраку. Не Бог ведь создал лихоимство, а наша ненасытность. И я думаю, что Павел сказал это, заимствовав у Давида. Но в другом виде, тогда как тот говорил, «Идолу язычников серебро из золота» Псалом 113, 12. Павел по своей великой мудрости изменил это, назвав серебро и золото идолами. Итак, «Служащий серебру и золоту есть без сомнения идолослужитель, или по причине блуда, нечистоты и идолослужения, или за таких речей обольстителей. Сынами же противления называют очень неподслушных, не верящих Богу и распространяющих такие мнения». Ефесянам 5, 7, 8. Итак, «Не будьте сообщниками их! Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света!» В толковании. «Но вы, — говорит, — не сообщайтесь с ними». Потом напоминает им о прежней порочности, говоря, «Подумайте, чем вы были и что стали, а именно, из тьмы света. Прежде по учению и по жизни вы действительно были тьмой, а теперь свет, потому что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это произошло с вами не от вашей добродетели, а в Господе, то есть по божественной благодати. Итак, вы не должны иметь общения с сынами противления, на которых грядет гнев. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но теперь уже нет. Посему не возвращайтесь опять ко тьме, то есть благообразно, и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом, ибо сын света, конечно, и сам есть свет. Ефесянам 5.9 Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Толкование. Как бы объясняя нам, кто есть чадо света, говорит, тот, который имеет плод Духа, ибо Дух производит плоды, не те, которых впереди мы сказали, но противны им благость, которая противоположна раздражению и гневу, правду, которая противоположна лихаимству, и истину, которая противоположна ложному удовольствию и нечистоты. И говорит о всякой благости, о благости ко всем, не только к друзьям, но даже ко врагам. Ефесянам 5.10 Испытывайте, что благоугодно Богу, толкование. Испытывать есть дело совершенных, могущих судить. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению свойственно избирать неблагоугодное Господу, каковы вышеуказанные страсти. Ефесянам 5.11.12 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Толкование. Бесплодные дела тьмы и греха, потому что ничто иное приносят, как смерть и стыд. Итак, не должно принимать участие в таких делах, но напротив обличать, то есть доставлять тех, которые делают таковое. Как же в другом месте говорится? Не судите. Это сказано вместо Не осуждайте. Иное дело обличение и иное осуждение. Первое служит к исправлению, а второе к осмеянию и наказанию. А при том же Не судите говорит о самых незначительных грехах. Посему и присовокупляет, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего. Матфея 7.3 Намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в Ефесе. Ефесянам 5.13 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Толкование. Сказав, что вы свет, а свет обличает скрывающийся во тьме, он присовокупляет. Итак, если вы будете добродетельными, то не в состоянии будут скрываться лукавые, ибо как при свете светильника не вошел бы вор, так при свете вашей добродетели будут уловлены и те, особенно если они обличены вашими наставительными речами. Как рана, когда закрыта, не допускает никакого врачевания, так и грех. Когда же будет обнаружен, то становится светом. Не сам грех, а делающий его. Ибо когда, подвергшись обличению, принесет он покаяние и получит прощение, не удалится от ли него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет, потому что никто не скрывает своей незазорной веры и деятельности, а тайной потому и скрывается, что оно достойно тьмы. Это-то и нужно выводить наружу. Вот почему люди боятся записи, когда записывают что-то, опубликовать там что, боятся, что там темная сторона какая-то. Почему открыто не сказать? Говорим о хороших вещах. Тайны никакой нету. Тайна это там где-то, только в блуде, одна тайна. Или государственная. Ефесянам 5.14 Посему сказано, «Стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Толкование. Спящим и мертвым называй человека, живущего во грехах. Ибо он и смраден, как мертвый, и бездействен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное. Воображает. Когда же пробудится кто от греха, тогда осветит его Христос, то есть воссияет для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна. Пока же находится во грехах, он ненавидит свет и не приходит к нему. И не относительно неверующих только говорит это, но и о верующих. Можешь найти различие между спящим и мертвым. Многие, делающие зло, но не одобряющие делаемого, могли бы быть названы спящими. Они легко пробуждаются. И к ним-то относится выражение «восстань». А другие, которые и делают зло, и оправдывают его, могли бы быть названы мертвыми, так как их труднее воззвать к добру. Однако, и к ним взывает слово, чтобы они восстали, ибо они должны отчаиваться относительно возможности изменения природы. Поставить задачу, трезво взглянуть на это и изменить свой взгляд, отнестись к этому. А это незначительно. Незначительно, черт боишься его. Ефесянам 5.15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумное, но как мудрое толкование. Опять предостерегает от горечи и гнева, как бы говоря им, вы овцы посреди волков. Многие злобствуют против вас, даже свои домашние. Смотрите, никому не давайте повода к оворожде. Кроме веры, пусть никто ни в чем другом вас не обвиняет, но оказывайте почтение и всякое послушание там, где нет вреда для веры. И будьте как голуби, ибо в том состоит мудрость или благоразумие, чтобы сохранить себя самым самих чистыми и никому не мстить. Ефесянам 5.16 Дорожа временем, потому что дни лукавы толкование не изворотливости учит нас, но поскольку, говорит, время не ваше и вы пришельцы, странники посторонние, то не ищите чести и славы, не отомщения, но все переносите и этим искупайте время. Все отдавайте, чего бы от вас не потребовали. Подобно тому, как богач, видя нападающих на него с целью лишить его жизни, все отдает и спасает себя, так и вы все отдайте, чтобы спасти главное, то есть веру. Не сущность дней порицает, ибо сущность дня свет, конечно, а и часы, а в них что лукавого? Но зато, кажется, полицает дни, что в них совершается. Как и мы обыкновенно говорим, дурной день провел, конечно, по причине того, что случилось во время его, и что бывает от людей лукавых, а не от Бога. Итак, дни называются лукавыми по преобладанию господства злых людей. Ефесянам 5,17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Толкование Так как, говорит, в настоящие дни преобладают дурные дни, то вы, как мудрые, старайтесь не подавать им никакого повода против себя, ибо в том и состоит воля Божия, чтобы соблюдать себя чистыми, с сохранением и верой. Ефесянам 5,18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом толкования. И еще обуздывает гнев, потому что и неумеренность в вине делает гневливыми и дерзкими. А что порицает неумеренность, это ясно, ведь не сказал «не пейте», но «не упивайтесь». Но пьянство происходит от неумеренности, так как умеренное употребление вина доставляет и здоровье. 1 Тимофей 5,23 И веселье, как свидетельствует Давид в Солом 103,15 И Писание к тому же говорит в притче 31,6 «Дайте вина огорченному душою, то есть увеселение находящимся в скорби, ибо оно смягчает огорчение и тоску. Посему и Бог создал наши тела умеренными, чтобы они довольствовались немногим и стремились к другой жизни, то есть неумеренное употребление, ибо пьянство нездоровье приносит, но губит не только тело, но и душу. Это и значит распутство, трата здоровья, или же словом распутство простонародным его употреблением обозначает здесь плотскую невоздержанность, или плотскую, ибо от пьянства происходит разврат. Нефесянам 5.19 Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пояй, воспевай в сердцах ваших Господу. Толкование Хочешь, говорит, веселиться, избегай наполнять себя вином, а исполняй себя Духом Святым, и этого ты достигнешь, если научишься псалмопению. Ибо поющие псалмы исполняются Святого Духа, Равно как и распевающие сатанинские песни исполняются нечистого Духа. Петь псалмы в сердце это значит петь разумно и без развлечения. Ибо тот псалмы в сердце, кто внимает тому, что поет. И заметь, после того, как очистил душу от горечи и прочих страстей, тогда убеждает нас исполняться Святым Духом. И не просто придет Святой Дух, но исполнит наши сердца. А такого света в нас и всякая другая добродетель будет легка и удобо исполнима. Ефесянам 5.20 Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа толкование всегда не в покое только, но и в печали и не за благое только, но и за прискорбное за то, что знаем и за то, чего не знаем потому что все служит к нашему благодеянию. Хотя мы и не сознаем этого. И должно благодарить Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, то есть призывая имя Господа Иисуса и обращаясь к Нему как посреднику и благодеяния и самого благодарения. Ефесянам 5.21 Повинуюсь друг другу страхи Божьим толкованием вот опять любовь, ибо из нее проистекает повиновение друг другу, не по мирским или человеческим каким-нибудь расчетам, а в страхе Божьем, ибо повинующиеся друг другу ради Бога никогда не впадут в соблазн и не разойдутся, имея такую прочную связь. Ефесянам 5.22 Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу толкованием. Недаром и не напрасно Павел прилагает великое попечение о супружести, ибо и Бог от начала особенно о нем озаботился, ибо с Адамом соединил сестру его, нет, больше, дочь, да что я говорю, его собственную плоть, потом с размножением рода и пределы брака расширил, чтобы не заключить любви в тесной границе только родственных отношений. Да и жизнь наша на супружестве содержится, посему и говорит, жены повинуйте своим мужьям, ибо если согласием будет отличаться супружество, то и дети будут воспитаны хорошо, и слуги будут исполнять свой долг, и все, что касается соседей и друзей будет хорошо, служите же как Господу. Как же в другом месте написано, если кто не разлучится с женой и жена с мужем, тот не может следовать за мной? Лука 14, 26. Ведь если должно служить как Господу, как же говорит, что должно разлучиться ради Господа? Потому что слово как не везде обозначает совершенное равенство. Или повинуйтесь, зная, что служите Богу, то есть если и не для мужа собственно, но по крайней мере для Господа, ибо если противящийся высшей власти противится повелению Господа, то тем более противящийся мужу. И напротив, повинующийся мужу повинуется Господу. Ефесянам 5, 23. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Толкование представляет основание, что жены должны повиноваться и основание и причину любви полагают в том, что муж занимает место управителя и попечителя, ибо он есть глава, по его словам, и спаситель, а жена место подчиненного, ибо она есть тело. Как Христос будущий главой церкви печется они и охраняет, так и муж есть охранитель своего тела, то есть своей жены. Как же после этого не должно тело подчиняться главе, которая печется и охранять его. Ефесяна 5.24 Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Толкование. Отсюда ты поймешь яснее то, что выше он сказал. Повинуйтесь своим мужьям как Господу, так как жены должны повиноваться мужьям как церковь Христу, а церковь и жены составляют то, как Христу должна подчиняться жена своему мужу. Каким же образом всегда ли повелевает повиноваться? Неужели тогда, когда муж будет склонен к неверию? Но не о неверных мужьях теперь речь упала, а о верных, о которых без сомнения он и писал. Ефесяна 5.25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Толкование Ты видел, как Павел понуждал жену повиноваться тебе в той же мере, как и церковь повинуется Христу. Послушай и то, как с другой стороны, понуждая тебя любить ее, а не деспотически обращаться с ней. Люби же ее, в какой мере, как и Христос церковь, заботься о ней, как и Христос о церкви. Если бы нужно было пострадать и даже умереть за нее, не отказывайся, ибо ты, как уже соединенный с нею, любовью сделаешь это, а он совершил это, когда находилась она во вражде к нему и была прелюбодейцем. И как он, уклонившуюся от него, возвратил к себе не угрозами насилием, так и сам ты, если бы заметил, что жена удаляется от тебя и ищет разгула, постарайся привлечь ее к себе, больше любовью и попечением. И если бы ты потерпел что-нибудь ради нее, не упрекай, потому что и Христос упрекает не упрекает церкви. Давай считай, считай, это моя прерогатива. Ефесяна 5, 26 Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Толкование. Итак, она была порочна, нечиста и безвидна, но он не возгнушался ей, так и ты не гнушайся своей женой, хотя бы она была безобразна и ничего не стоила. А что церковь была безобразна, послушай, вы некогда были тьмой. А что чернее тьмы? Служили злобе и зависти, а что может быть более нечисто, непослушной, неразумной и даже богохульной, а что может быть гнуснее этого? И однако он предал себя за нее, как бы если она была прекрасной и чудной. И очистил баню водную, то есть крещение, посредством слова, какого? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ефесянам 5, 27. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Толкование. Не просто чистое, но славное. И так как Христос источник всех благ для церкви, так и ты будь тем же для своей жены. И как он сообщил душевную красоту церкви, так и ты старайся об этом, а не телесной красоте. И если ты будешь искать душевной красоты в своей жене, то скоро ее создашь в ней. Упорядочивая ее и делает славной по духу и для себя, и для Бога. Этими словами указывает на душевные страсти. Скверны это недавние страсти, которые легко смыть, которые и причиняли бесчестие. Пороки же это страсти застаревшие от времени. Они то и делали людей нечистыми и с трудом смываются. Но божественная баня все это очистила и сделала святыми и непорочными.